итак я перехожу ко второй части своего видео которым речь пойдет о то что американские аналитики газеты new york times обозвали переломный момент для союзников выражающих украину речь идет о встрече в брюсселе которая состоялась сегодня это бы была встреча представителей министерства обороны более чем 40 стран доноров как их называют которые так или иначе участвуют в оказании военной помощи украине в его войне против российской федерации накануне вчера я вам рассказывал предыдущих видео состоялась встреча причем за закрытыми дверями встреча ответственных лиц главных их называют директора по закупкам вот этих же министерств обороны этих же стран которые готовили сегодняшнюю встречу и на ней как говорится в комментариях о ее результатах было принято ряд важнейших стратегических решений но прежде чем объяснить чем перейти вот почему к тем решениям которые были приняты я хочу остановиться на том чем они вызваны потому что для многих из вас дорогие слушатели которые иногда слышат от разных так называемых экспертов мнение о том что из себя представляет западная в частности американская помощь украине для многих из вас та информация которую вы услышите будет вероятно неожиданной сегодня была статья хорошая в издании cnbc это один из крупнейших медиа одна из крупнейших медиа компаний соединенных штатов америки а возможно и всего мира сегодня вышла нам статья которая вернее не пардин она пардон она вышла вечером в среду и статья была заглавлена следующим образом у сша и европы заканчиваются запасы оружия для отправки в украину тут очень много важной конкретной информации поэтому я буду следовать по тексту дабы довести до вас детали той ситуации в которой мы все с вами находимся каждая ситуация каждая проблема на западе в частности соединенных штатов которая возникает она является не предметом паники криков все все пропало она становится поводом для принятия решений которые улучшают ситуацию и делают жизнь гораздо лучше так как этому надо относиться и так статья сообщается что в американской оружейной промышленности нормальный уровень производства снарядов для то есть 155 калибра для гаубиц м3 семерки и других дальнобойных артиллерийских оружий составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время это то количество снарядов которые в ссу сражающиеся на поле боя с российской федерации сейчас расходуют за две недели то есть на поле боя украины еще раз это важно понимать за две недели расходуется столько снарядов сколько в соединенных штатах производится в течение года в мирное время ну до сих пор происходит это потому что в соединенных штатах в экономике вообще не принято держать запасы все делается так чтобы на складах ничего не находилось и даже вот айфоны вы наверное заметили кто их имеется и другие смартфоны часто бывают что надо заказать а теперь потом присылает его через некоторое время то есть делают по твой уже заказ кроме того вот эти все снаряды и гаубиц и другие системы вооружения которые поставляются в украину они поставляются для войны второго прошлого века которую ведет российская федерация на полях украины это не та война которую готовили соединенные штаты и на то они воюют и будут воевать если придется совсем другой другим оружием вот таким образом возникает вот это вот этот гэп эта пропасть между тем что производится в мирное время в пк с военно-промышленными комплексами в сша и другими странами нато и теми потребностями которые обнаружились в ходе военных действий в украине по этому поводу эксперты которые изучают этот вопрос близкие к министерству обороны его пока выражает свою обеспокоенность как сказал один из них в интервью cnbc если у нас не будет нового производства то на наращивание уйдут месяцы и у нас не будет возможность снабжать украинцев в европе запасы тоже на исходе военные запасы большинство европейских стран нато были не то что исчерпаны но они были истощены в значительной степени потому что мы предоставляли много мощностей украинцам под мощностями имеется ввиду вооружение системы вооружения заявил ранее в этом месяце жозе боррель который всем вам хорошо известен во вторник генсек нато столтенберг провел специальное совещание директоров по вооружениям которыми только что сказал за закрытыми дверями чтобы обсудить пути пополнения запасов оружия стран членов альянса военные аналитики указывают на коренную проблему в мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах а правительство предпочитает сокращать очень дорогое производство и выпускает оружие только по мере необходимости некоторые виды оружия запасы которого иссякают больше не производятся вот например дживерин а для их производства требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт производство прекращается люди уходят и все самое ценное люди и опыт теряется и потом то есть можно восстановить цепочки но чтобы подготовить нового работника с нуля требуется очень много времени то есть вот этот рабочая сила опыт это то что находится в особом дефиците в американском производственном секторе и поэтому столберг на прошлой неделе выступая на генеральной ассамблее он сказал что членам нато необходимо реинвестировать свои промышленные базы в секторе вооружений то есть речь идет о модерне не то что модернизации о активизации работы военно-промышленного комплекса грубо говоря наращивание производства вооружений причем тех вооружений которые требуются украине в ее войне сейчас мы работаем с промышленностью над увеличение производства оружия боеприпасов сказал столтенберг в ней в интервью нью-йорк таймс при этом он добавил что необходимо стимулировать производство оружия долгосрочной перспективе размещая сейчас больше заказов на оружие дело в том что вопреки наверное многочисленным иллюзиям что предприятие в пк вот только сидят и ждут пока им дадут заказы на производство джевелинов и то уже они кинутся или снарядов 155 калибра будут делать это вот тут просто на задних лапах стоят ждут этого заказа ничего подобного в пк соединенных штатов избаловано они предпочитают производить работать над дорогими заказами над истребителями шестого поколения допустим вот сейчас уже идет речь о том чтобы приступить к производству прототипов ну и там подводные лодки авианосцы а вот джеверины и снаряды 155 калибра ну как то она мелочь какая-то на которой не хочется тратить время и сил но понимаю проблему стратегическую важность проблемы предприятия вы пока говорят окей мы этим делом займемся но дайте нам заказы на перспективу таким компаниям как рейзи локет мартин не надо на ней они они не заинтересованы в том что дали ему заказы на 800 тысяч снарядов в этом году они это все наладят все это запустят а потом в следующем году скажут нам не надо то есть они требуют заказы на перспективу вот это одна из основных проблем вопрос так может могут ли соединенные штаты запад обеспечить достаточное количество оружия и для собственной обороны и для украины короткий ответ могут и в этой связи значит вспоминается это программное заявление байдена от которого он никогда не сможет отказаться о том что сша будут поддерживать своего союзника украину столько сколько это потребуется для победы над россией вопрос снят то есть четкая ясная формулировка как сейчас обстановка в этом деле обстановка неожиданная для вас для многих наверное будет у сша практически закончились 150 миллиметровые гаубицы тут отчаянно люди говорят что там у американцев где-то насчитали тысячи этих гаубиц так далее повторяю вот это очень авторитетный источник практически закончились 150 миллиметровые гаубицы которые они могли бы передать украине то есть вообще они закончились а те которые можно передать украине потому что согласно планам пентагона протоколом а протокол это жесткие правила которым надо следовать несмотря ни на что им надо иметь какой-то уровень своих собственных запасов для того чтобы поддерживать свою боеспособность для того чтобы готовить проводить тренировку своего персонала и для учета потребностей в различных операциях операции эти планируются начиная от защиты тайваня вот кстати незадолго до 24 февраля в тайвань было поставлено несколько десятков 155 миллиметровых м3 семерки гаубиц большого большим много шума это произвело в том регионе затем северная южная корея там планируется в европе возможная конфликта короче говоря везде потенциально на ближнем востоке для всех этих операций пентагон генеральный штаб комитет начальников штабов там разрабатывать планы и там для каждого из этих планов надо какое-то количество этого вооружения так вот количество то что экстра вот этих необходимых она как-то так уже уменьшается заметно то есть по словам военных аналитиков пентагон не пойдет на то чтобы нарушить протоколы и начать передавать в украине те гаубицы которые уже значит распределены между другими потенциальными театрами потенциальных военных действий если от систем по которым как мне кажется пентагон запасы пентагона достигли такого уровня что больше таких систем ближайшее время украине поставить будет очень проблематично это говорит бывший полковник корпуса морской пифоты а сейчас он старший советник центра стратегических и международных исследований ну и здесь он говорит то о чем я собственно вам уже сказал еще вариант да что что из этого следует из этого следует первое что может быть придется перейти на некоторые другие системы вооружения возможно это будут гаубицы более старого образца скажем так 105 105 миллиметровая гаубица кстати если я не ошибаюсь они уже пошли они имеют меньшую дальность стрельбы и в общем там меньше менее эффективны чем гаубицы 155 миллиметров миллиметров на это проблема потому что то война которая сейчас идет на просторах украины это война прежде всего артиллерии и дальность там играют решающую ну не может быть не решающую но важнейшую роль другие виды оружия на которых так полагается украина и которые в настоящее время классифицируется как ограниченное количество в американском арсенале включают пусковые установки хаймарс ракеты джевелин ракеты стингер гаубицу м3 семерки и боеприпасы 155 5 калибра джевелин производимый компанию рейзин и локид мартин в соединенных штатах их производят около 800 штук в год украине поставлено более 8 с 8 с половиной тысяч то есть это практически 11 лет производства для того чтобы оживить это производство и запустить его на полную мощность на полную катушку май месяц и президент байден я вам об этом рассказывал посетил завод джевелин в алабаме который он призвал администрацию включиться включить скорость на полную и заняться расширением производства я помню тогда читал материалы считал отклики и администрация руководство компании заявила о своей готовности это сделать и в принципе они начали это делать пентагон заказал новые джевелины для этого значит выделил пентагон на эти цели если я не ошибаюсь речь шла о не менее 500 миллионов долларов для расширения мощностей на производство этого вида вооружений но для этого нужно некоторое время время как минимум один год в течение которого будут налаживаться цепочки будет наниматься персонал в будет проходить тренировка этого профессия по персонала ну и потом начнется производство речь идет вообще так по большому счету о переводе оборонной промышленности соединенных штатов америки на военные рельсы то что до сих пор не делалось нам должен сказать что на военные рельсы производства соединенных штатов во времена второй мировой войны была переведена только после того как японцы напали на пирол харбор до этого это было в декабре 41 года до этого уже шла война но американцы поставляли то что у них было в запасах в основном с первой мировой войны но не переводили свою промышленность на военные рельсы это вот все что говорят аналитики что может быть они всегда говорят депрессивно всегда по любому вопросу у них озабоченность глубокая озабоченность это основные слова которые не используют свою очередь пентагон оспорил предположение о том что у сша заканчиваются запасы оружия для украины и они объясняют почему они это так почему они так считают потому что в пентагоне сидят умные люди которые понимают что запасы скажем джевелина у них ограничены с другой стороны там ограничен да любая система вооружения ограничена в своем количестве в численном варианте поэтому они поставляют разные системы благо их у них много разных видов разного типа и они где-то взаимозаменяемые поэтому вот он и говорит представитель cnbc министерства обороны джессика максвелл сказала мы представляем украине целый комплекс разных систем вооружения взаимозаменяемых если нам не хватает одного мы будем поставлять другое поэтому мы и можем передавать украине разные системы вооружения и в то же время обеспечить свои собственные потребности чтобы там каждый конкретный вид оружие не его запасы не уменьшали не 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 были ниже требуемо по протоколам уровня то есть вывод для того чтобы избежать дефицита нужно передавать разные системы вооружения это решение вопроса с другой стороны это и проблема потому что ну система оружия разная и подготовить одного специалиста это вам во время войны потом значит надо переводить на другое другая переподготовка то есть это это все-таки проблема но проблему решает все дальше я вам расскажу как в принципе это решается дальше она сказала представитель пентагона пентагон раз работать с промышленностью над ускоренным пополнением истощенных запасов это включает на себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования создания новых производственных линий поддержки дополнительных рабочих смен у нас есть все необходимые запасы для для наших нужд ну и как я вам сказал пример вот полмиллиарда не выделили только на расширение производственных мощностей для возобновления производства ракет джевелин ну и последний пакет помощи которым я вам рассказывал на 1,1 миллиарда долларов это как раз вот из этой области то есть это вклад на будущее это расширение тех производств которые будут поставлять оружие откуда будут поставлять оружие украине на там по-моему самый первый первая поставка может пойти через год и далее а в это время самые насущные нужды острые потребности будут удворяться из других источников и по этому поводу в начале следующей недели будет объявлен новый пакет помощи ну и представитель локер мартин сказал по этому поводу который вместе с родзе рейзер как вы помните производят эти самые джевели надо немногие много еще чего производят вплоть до истребителей мы должны наладить нашу цепочку поставок у нас должны быть определенные мощности в которой мы уже создаем мы их уже инвестируем туда а потом начнутся поставки так примерно вот самое близкое через 6 месяцев это те поставки которые будут уже производить и работать исключительно на украину что делать в этой ситуации пока пойдут эти новые поставки уже по так сказать по новым контрактам первое нужно как говорится в этой статье нужно варьировать источники поставок есть страны в мире которых есть соответствующие снаряды 155 калибра соответствующие гаубицы ну и так далее другие системы оружия и соединенные штаты не зря собрали вот эту группу рамштайн которые эти страны входят то есть сша взяли на себя роль организатора помощи украине из многочисленных источников по всему миру для того чтобы вот вот эти где-то 6 месяцев как минимум варьировать поставки страну как говорят представители пентагона до того как и сякнут то есть еще есть это не то что уже все закончилось завтра завтра ноль боеприпасов ноль жевелинов ноль снарядов ничего подобного то есть американцы натовцы они думают заранее планирование заранее не тогда когда петух жареный уже клюнул так вот представитель пентагона говорит есть еще достаточно времени для того чтобы решить эту проблему до того когда она станет критической вот он американский подход я их за всегда за это уважал а в это время в киев киеву будут поставляют определенные боеприпасы из тех стран которые не нуждаются в них немедленно да собственно говоря это до сих пор так и было вот для этого и нужен рамштайн это не должен сказать вот понимаете не надо меня упрекать том что я являюсь приверженцем демократической партии ли байдена нет я являюсь приверженцем профессионала профессионализма и вот тут надо дать должное то есть эти люди началась война они сразу сели продумали ведь все это они начали делать с нуля с чистого листа и создали этот рамштайн и продумали всю эту ситуацию и они заранее предвидели те проблемы с которыми вот сейчас на седьмом месяце войны приходится нам вместе с вами сталкиваться таким образом как говорит представитель пентагона мы можем продолжать поставки в украину но пока мы не наладим новое производство мощности украинцам придется проявить осторожность деликатно очень говорит в отношении темпового расходования и приоритетности этих боеприпасов потому что они не бесконечные но это он видимо говорит в ответ на перехваты украинская военная разведка время от времени публикует перехваты телефонных разговоров орков своими родственниками в россии в которых они рассказывают о своих боевых подвигах и там вот я лично слышал как несколько раз причем когда орки рассказывают с боевых позиций что у украинцев появилось столько хаймарсов и столько там этих ракет что они из этих этими ракетами долбят под одиночным целям типа там по машинам типа уазик из ракеты хаймарс ну да я думаю что он утрирован рассказывал сказки но тем не менее и вот значит эта проблема которую я сейчас обрисовал по этому поводу сейчас сегодня вернее четверг состоялась встреча в брюсселе министров обороны а семнадцатого а нет простите 12 октября в брюсселе же состоится встреча на высоком уровне там наверно будут министры обороны плюс гость министр иностранных дел на которых будет принято уже кардинальное решение то есть одно было на этой неделе совещание за закрытыми дверями затем четверг второе и наконец решение будет принято три встречи и решение и так как сообщает нью-йорк-таймс встреча брюсселя означает переломный момент для союзника выражающих вооружающих украину доноры страны-доноры которые поставляют оружие считают что им необходимо произвести больше боеприпасов чтобы продолжить поставки с наступлением зимы и считается что зима это зима на полях боя в украине будет скорее всего горячий делегаты обсудили проблемы в запасах оружия и обсудили как координировать производство и поставки для того чтобы заполнить вот те пробелы в запасах как сделать так чтобы шло постоянно и шли постоянные поставки и чтобы не было перебоев когда в ближайшие месяцы расходование этих боеприпасов может достигнуть критической точки накануне встречи было не было немало драматических таких заявлений стран уча представители участников ну например высокопоставленный представитель обороны промышленности финляндии заявил что быстрое пополнение запасов то есть решила о расширении их запасов чтобы все они включили свое впк на полную мощность и побыстрее начали пополнять и запасы которые не ряда до этого передали украине так вот говорил представитель в пк в фирменде быстрое пополнение запасов затруднительно для больших войн а это большая война требуется много патронов мудрая мысль какие выходы ну прежде всего страны участники особенно небольшие страны особенно страны восточной европы решили массировано наехать на крупные страны прежде всего такие как германия и франция и вот они сколько там сколько мы с вами и сколько вообще в украиноязычным русскоязычным интернет-пространстве обсуждался макрон шольц и их поставки в украину или отсутствие поставок этих так вот эти страны рамштайна решили основательно ехать 2 на 2 эти страны потому что они могут активизировать активизация поставок из этих двух стран может решить проблему то есть их задача сейчас поставить увеличить поставки в украину ближайшие несколько месяцев на то время пока остальные страны которые до этого поставляли украины будут расширять свое производство ну и в этой связи да по этому поводу министр обороны латвии очень хорошо сказал если бы другие страны имея ввиду францию германию делали столько же сколько делаем и война бы уже закончилась мы должны были начать расширять производство уже вчера ну я вам все таки скажу что и сейчас еще не поздно то есть они не в последнюю минуту петух жареный еще и не собирался клевать что паниковать основания нет по поводу чего на них наезжали на францию и германию в основном в отношении германии речь шла о поставке боевых танков леопард а насчет французов по поводу поставок мобильных гаубиц цезарь это речь идет о крупном и тяжелом вооружении ну и безусловно о боеприпасах таким образом вот я так все это читал не только это но и другие источники и вырисовывается следующая картина проблем пока то есть перебоев нет но они могут возникнуть через несколько месяцев если ничего не делать для того чтобы не быть не было перебоев нужно не только в сша но и во всех странах на то и с запустить на полную катушку военно-промышленный комплекс пока они это будут запускать у украины есть немедленные текущие потребности для удовлетворения этих потребностей в принципе есть еще и запасы они не на нуле но хорошо бы и желательно и на этом они будут настаивать все страны ес наехать на францию и германию заставить их править больше активности и таким образом нам нужно напряженно поработать где-то 6 месяцев а дальше все пойдет своим ходом машина включила будет включена заработать на полную катушку и уже ничто не остановит вот такая ситуация господа с поставками вооружения ну и как я вам сказал в первой части деньги тем временем вот последний пакет деньги на это есть будем надеяться как сказал мич макконнелл что это не выброшенные на ветер деньги а это инвестицию в нашу безопасность хорошо что в сенате это понимают ну и напоследок напоследок небольшая информация по поводу аварии балтийском море эти пузырьки пробоины в северных потоках что привлекло мое внимание за прошедший год ну во-первых заявление нато уже как организация считает что это вот то что покажут с нетерпением ожидают когда можно будет провести осмотр и определить что там произошло а прогнозы разные от одного от одной недели до двух недель в связи с погодой там так вот значит что если это терроризм спальсированный государством или саботаж то это коренным образом может изменить характер конфликта вот они дипломатично выражаются войны в украине это сказал и нато и это сказали представители ес то есть фактически это нападение на инфраструктуру ес и страны нато одновременно интересную позицию заняла российская федерация песков сказал что это похоже на террористический акт и возможно до государственном уровне вот интересно я тоже конечно считаю что надо дождаться но пока все как говорил с древним все пути ведут в рим а сейчас все указания указания показывает в одну сторону но вот такое громкое заявление посмотрим что будет дальше но им не впервые когда им плюй в глаза все равно божья роса они в любом случае всегда будут отнекиваться и говорить им показы факты они будут тупо на тебя смотреть и говорить где ваши факты интересное за интересное заявление сделала мария захарова как всегда умеет же чертовка говорить тогда заявила что это вашингтон скорее всего сделал для того чтобы расширить производства то есть поставки своего газа в европу ну если исходить из этой логики то есть для того чтобы вашингтон расширил поставки газа в европу для этого надо было взорвать газа провод по которому уже не поступала не поступал газ в принципе если из этого исходить, то, наверное, Путин самый большой шпион ЦРУ за всю историю существования этой организации, потому что никто в мире не сделал столько для того, чтобы американский газ стал номер один газом в Европе, как Путин. Это же он закручивал в вентиле, вернее, как. Для начала он начал войну с Украиной, затем он начал использовать газовое и нефтяное оружие, вернее, газы и нефтепоставки в качестве оружия, затем он закрутил практически полностью вентиль, и вот в результате всего этого американский газ, который еще полгода назад, как кот на плакан, был в Европе, сейчас он там номер один. То есть, Путин заслуживает орден, самого высокого ордена Соединенных Штатов Америки, и спасибо Марии Захаровой за то, что она подсказала вот такую логику событий. На самом деле, на самом деле специалисты по разведке, аналитике считают все больше, складывается мнение, что есть только одна сторона, которая логически, в интересах которой все это. Это сторона путинская Россия, это Кремль. Зачем нужно? Я уже высказывал свое мнение, кстати, говорил, что для того, чтобы создать обстановку хаоса, паники и так далее. Но вот специалисты, они немножко нюанс тут другой делают. Это сигнал, фактически, о новом, о потенциально возможном новом витке глобальной войны, который, в принципе, можно сравнить с ядерной. Ведь Кремль-то пригрозил ядерным ударом, да? Но, скорее всего, кишка у него тонкая, на это он не пойдет. Но есть другие варианты. Один из них, как я вам говорил раньше, с моей точки зрения, это удары, массированные по стратегическим объектам инфраструктуры. Раз. А второй – это аналогичные удары по объектам не только украинской инфраструктуры, а стран ЕС и НАТО, и Соединенные Штаты в Америке в том числе, которые идут под водой. Это всевозможные газопроводы. Кстати, вот это все, авария в Балтике, она же произошла практически одновременно с открытием газопровода из Норвегии в Польшу. И, что еще важно, там же огромное количество коммуникационных, совершенно секретных, высокооптических кабелей, которые связывают Соединенные Штаты Америки со всем европейским континентом. И перерезав их, это будет такой удар, который сравним с ядерным взрывом. И вот это, то, что произошло, это своего рода сигнал. То есть, вы видите, что мы можем делать. То есть, это фактически, вот они грозятся Посейдоном. Посейдон – это такая кракозябра на мультиках, там вот они рисовали, да, который там плывет, потом взрывается, волна там страшная смывает Америку с лица земли. Это все мультики-фантастика, но это своего рода Посейдон, вот то, что произошло с этой аварией. И вот это сигнал, считают аналитики американской разведки, о том, что вот какой сигнал посылает Путин. То есть, я могу эскалировать ситуацию до такого уровня, поэтому лучше давайте договариваться. Но, судя по тому, что я вам сказал до этого о тех мерах, которые предпринимает правительство США, стран НАТО, и их ВПК по расширению активизации своего производства, а это то, что уже, понимаете, его не остановишь. ВПК, господа, это большое колесо, это не то колесо, которое построил Путин недавно, самое большое в Европе, которое только включили, и оно тут же остановилось и сломалось. Это, если расширяется ВПК всех стран НАТО, то его уже так просто не остановишь. Вот к этому-то всё и идёт, к огорчению, к огорчению пляшивого крысёныша. Вот на этом, позвольте, господа и шановные панства, закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и её вооружённым силам! Враг будет повержен и разбит, победа будет за нами, наберёмся терпением, мужества, и победа к нам придёт. До новых скорых встреч!